Стоимость обучения в некоторых казахстанских вузах может подорожать. Вероятность этого не исключили в Ассоциации высших учебных заведений. Цены могут скорректировать из-за изменения курса тенге, в частности в тех вузах, где преподают приглашенные иностранные специалисты, и оплата их труда производится в долларах. Есть ли в этом списке государственные учебные заведения? Спросим у Жанны Рахимжановой. Национальные вузы сохранят свои цены, по крайней мере, в этом учебном году, уверяют в Ассоциации и отмечают другую тенденцию. С каждым годом число студентов высших учебных заведений сокращается, причем значительно. С чем это связано, разберемся сегодня в Народном капитале. Добрый вечер. За последние семь лет число студентов казахстанских вузов сократилось на треть. Меньше полумиллиона человек. Это официальные данные за прошлый учебный год. Эксперты такой антирекорд объясняют несколькими факторами. Ежегодно, по данным Ассоциации вузов, около 30 тысяч выпускников не могут получить высшее образование из-за отсутствия финансовых возможностей. Часть абитуриентов идут в колледжи, и львиная доля выезжает за знаниями за рубеж. Для желающих осваивать новые территории предложений на рынке много. Помимо государственной программы «Булашак», в рамках которой в настоящее время за границей обучаются больше полутора тысяч казахстанцев, иностранные вузы предлагают свои стипендии и гранты. Причем география их расположения достаточно обширная. Это Южная Корея, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, но самые популярные – Россия и Китай. Ключевые торговые партнеры Казахстана. В Поднебесной, по последним данным, обучаются около 12 тысяч казахстанских студентов. Наиболее востребованные специальности – экономика, торговля и нефтегазовая отрасль. Чтобы расширить этот спектр, в стране запущена еще одна стипендиальная программа – совместный проект Народного банка и компаний «Юнион Пэй Интернешнл». На участие в ней могли претендовать выпускники отечественных школ, набравшие не ниже 100 баллов на ЕНТ, и студенты вузов, до окончания срока учебы которых осталось не меньше года. Студенты, которые сейчас участвовали, я знакомился с документами. Очень сильные, очень талантливые ребята. И поддержать их в финансовом плане, причем не накладывая никакие обязательства – это очень хорошая инициатива. На соискание стипендий было подано 88 заявок. Претендентам нужно было написать эссе на тему «Как я вижу, банк будущего». Жюри смотрело не только на грамотность изложения текста, но и на инновационность идей. В итоге лучшими стали 50 человек. Приоритет отдавался детям из многодетных семей, сиротам и оставшимся без попечения родителей. Ежемесячно в течение года на карты «Алтын Юнион Пэй Голд» Народный банк будет перечислять им по 500 долларов в качестве стипендии. Казахстан и Китай тесно сотрудничают во многих сферах, в том числе и в экономической. Мы бы хотели, чтобы как можно больше людей узнали культуру Китая и решили поддержать казахстанских студентов. Я думаю, если они пройдут обучение в Китае, то принесут большую пользу дальнейшему сотрудничеству обеих государств. Уникальность этой программы в том, что стипендия не накладывает на студентов никаких обязательств. Более того, после окончания учебы лучших выпускников Народный банк и Юнион Пэй обещают трудоустроить. Моя специальность – международное законодательство, и это очень актуально. Сейчас многие китайские инвесторы хотят работать в Казахстане. Я прохожу практику в китайских юридических компаниях, веду контракты между странами. В будущем планирую развивать свои знания в этом направлении. Стоит отметить, что это не первый подобный проект Народного банка. Уже 8 лет финансовая организация не только оплачивает обучение в вузах воспитанникам детских домов и школ-интернатов из разных регионов страны, но и устраивает их на работу. Также и программа обучения казахстанцев в Китае не ограничится одним годом. Мы хотим посмотреть отклик наших казахстанских студентов. Будет ли это помогать им, будет ли это какой-то мотивация их для учебы. Поэтому мы готовы будем вернуться к этому вопросу уже в начале следующего года. Между тем, рейтинговая компания QS составила ежегодный топ-лист лучших студенческих городов мира. Из китайских в нем оказался Гонконг, но только на пятом месте. По данным аналитиков, стоимость обучения здесь выше, чем в Западной Европе, но ниже, чем в США. На одну строчку выше азиатского мегаполиса в этом году оказался Сидней. Он получил хорошие баллы из-за активности работодателей, но выйти в лидеры рейтинга помешала слишком высокая стоимость обучения и жизни в целом. Серебро и бронза у Мельбурна и Лондона соответственно. А возглавил рейтинг «Париж». По оценкам авторов, у студентов есть возможность общаться с ведущими учеными, несмотря на относительно низкую стоимость обучения. У меня на этом все. Наталья. Спасибо, Жанна.